Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Валдай и мы продолжаем прохождение замечательной игры, которая называется Безумный Макс. Ну что же, собственно, в предыдущей серии мы поставили эту штуку на капот, а также раздобыли улучшение для гарпуна под названием Грампун и захватили один из лагерей. Очевидной лагерь члема. И переправляемся, собственно, непосредственно, получается, вот сюда, на цель миссии, поставим на неё меточку. Хотя по дороге можно, наверное, заехать и сюда, наверное, к информатору с ним пообщаться. Почему бы и нет? В общем, погнали. Погнали, там уже на месте разберёмся, по сути. Поставим, пожалуй, обычный гарпун пока. Поэкономим патроны к Громпуну. До чего уж странное название-то до сих пор не привыкнуть. Ну да ничего, думаю, что со временем привыкнем. И поехали. Так. Целая куча машин, говорит. На тебе в борщ. Так, спокойно, спокойно. Сейчас всё будет. Сейчас всё будет. Так. Так. Понеслась. Охрененно, он своих же поджигает. Идиот. Готово. Ташка наша, конечно, горит теперь, но ничего страшного, я думаю. Давай, нападай. Идеальное парирование. И, собственно, ярость. На. Убийство об землю. Прекрасно. Прям заберём трофей. И смотри, как тут тоже что-то лежит интересное. Видимо, какое-то улучшение на капот, либо на багажник. Посмотрим. Украшение на капот. Слушай, неплохо. Неплохо, да? Поставим тогда это спереди, а то поставим сзади. Это где у нас раздел украшения? Надо смотреть, наверное, да? Гараж. Так. Шипы. Украшение на капот. Так. Это у нас установлено. Нет украшений. Подожди, а где же тогда... Ага, вот это можно поставить. Установить. На багажник. Вот так. Теперь спереди у нас одно украшение, сзади другое. По-моему, круто. И, собственно, продолжаем собирать лом. Благо, здесь его довольно много. К нам, говорит, приближается враг. Да ладно тебе, ничего страшного. И не таких ломали. Блин, единичку не хватает одну. Остался один кусочек лома. И все будет хорошо. Но я его не вижу, мать его. Тут наверняка смогу его достать. Если осторожно. Великорепно. 303. Ну что ж, давайте стараштаник для машины улучшим. Все-таки мы сейчас едем, скорее всего, в пасе, так полагаю. Да, и там наверняка будет полная жопа. Так что, думаю, смысл имеется. Да, сзади прикольная такая штуковина стоит. А спереди еще круче. Смотри, вообще офигенно. Так, хорошо. Что мы будем тогда прокачивать? Давайте поглядим. Может быть, для урожения брони сделать еще получше? Урон, приступновение с техникой и объектами на 10%. Либо же... О, да, прокачаем лучше гарпуна. Думаю, что, наверное, имеет смысл. Уменьшает время перезарядки на 20%. Скорость и сноровка. Теперь гарпунт приезжается быстрее. И поэтому опасность, которая нам угрожает, уже не такая и смертельная. Так, а может быть, гармпунта растоит? Ну-ка посмотрим, что есть такое. Тоже скорость перезарядки, да? Да. Ну, фиг его знает. Боковые горелки. Ни хрена себе. Пока закрыты. Скорость ремонта. Кузов. Краска. Наклейки. Блин, очень много всего интересного. Есть, конечно, таранная решетка. Тоже доступна новая. Ударная симуляция. У нас пацанов не нравится, таран на 12%. Блин, может, таран прокачать стоит? Хрен его знает. На сами улучшения очень много. И все хочется, собственно, попробовать. Все хочется улучшить. Ну, давайте, ладно, начнем с гарпуна, пожалуй. Это все-таки штука реально нужная. Мы довольно часто пользуемся. Несмотря на то, что денег она нам стоила немерено. Ладно, погнали дальше потихонечку. А конвой, на самом деле, очень даже так удачно подвернулся на нашем пути, да? Раздобыли немножко лома. Раздобыли себе дополнительное улучшение на капот. В общем-то, почему бы и нет. Тут у нас шар воздушный, который мы не следовали. Давайте-то расследуем заодно. В общем-то, по близости оказались. Шарикает поршнями, там стрелок. На тебе в щи. Жалко, правда, не с того я хотел стрелять. А с обычного гарпуна. Не знаю, зачем это, но я просто видел, что можно зацепить. А значит, наверное, это того стоит. Да, переживается гарпунт теперь реально значительно быстрее. Но это, в принципе, и хорошо. Улучшение, то есть, мы сделали не напрасное. Так, готово. Уж не знаю, что я там такое сделал, но что-то я там сотворил явно. Твою мать, ублюдки, а. Нахрен пошел, ублюдок. Так, так, так. Великолепная работа. Пришел, угол, победил, называется. Ладно, говорит, я останусь и проведу время с ангелом возгорания. Ну-ну, давай. А я пока пробую подняться. Может быть, здесь получится, я не знаю. Давайте попробуем. Похоже, дело, именно так и надо сюда забираться. В это место. Да, очень похоже на то. Тут есть немножко лома. Это чудесно. И немножко жратвы. Правда, мне она не нужна, потому что у меня максимальное здоровье. Ясно, как там себя чувствует Динки Ди? Надеюсь, что с ним все хорошо. Так. Поднимаемся тогда. Как в той песне, прямо на большом воздушном шаре. Высоко сижу, далеко гляжу. Здесь, в принципе, наверное, много чего интересного можно увидеть отсюда. Сейчас мы этим с вами и займемся. Открытый регион дизельных жилы. Маяк воинов тут по-прежнему много. Так. Непрочное пугало. Что еще здесь может быть интересного? Лагерь с нефтяными насосами. Мы про него, собственно, и так знали. Кажется. Очевидной снайпер. Прочное пугало. Смертельная гонка. Ну, так-то, на первый взгляд, кажется, что все. На самом-то деле. Давайте, конечно, посмотрим, получше еще пони с утра пройдем. Ага. Вот еще парочку пугало и снайпер. Тут еще кое-что есть. Смертельная гонка, прочное пугало и очередной лагерь с насосами. Прекрасно. Ну, теперь, кажется, точно все. Да. В принципе, можно убирать таран-бинокль. Ну, что же, неплохо. Отметьте, куча всего нового в этом регионе. И, собственно, можно потихоньку-то распускаться обратно вниз. Вот, видите, добыли 80 лома. То есть, я был прав. Разрумаешь лагерь, ну, в смысле, уничтожаешь и получаешь дополнительный лом. Призываться за каждый лагерь. Это хорошо, по-моему, очень. Так что лагеря нужно брать почаще. Единственное, что было бы, если бы эти штуки не обрубил бы сразу сюда? Поднялся. Мне пришлось бы, наверное, распускаться по-любому, да, и что-то доделывать. Хрен его знает. О, кстати. Надо бы, наверное, подняться сюда еще. Ради вот этого мероприятия. И, собственно, вот этого тоже. Прекрасно. Просто, мать его, прекрасно. Так. Ну что, Рустянчик, ты готов к настоящей жести? Так, да, поехали. Тут у нас по дороге информатор. Давайте зайдем к нему. Ну, или не информатор. Может, просто какой-нибудь чувак. Я не знаю, может, он лома нам даст. Сейчас, короче, мы это выясним. Да то, что ты прощадил меня, я кое-что тебе расскажу. Чтобы миновать пасть, тебе нужен настоящий гром. Настоящая бомба. Спасибо, конечно, большое. Да, это вроде как я и так знал. У меня даже есть грампун по этому поводу. Ну, ладно, хрен с тобой. Будем считать, что ты мне очень-очень помогла. Мы здесь станем, не очень умно. Или тебе было знамение от ангела. Я бы на все кругом ангела какие-то одни сплошные. Знамение. Гонку среди Дюн, смертельная гонка. Но это меня сейчас мало интересует. Мне больше хочется уже доехать до конец-то туда и посмотреть, что мы там можем сделать. Давайте берем метку, потому что она реально немножко мешает. Без нее будет как-то попроще, наверное. Ну и, собственно, погнали. А тут нет заезда, подожди, человеческого. Как сюда приехать тогда? Не, наверное, все-таки есть. Просто, может быть, не отсюда. Или все-таки пешком идти надо. Да, поднимемся пешком. Хорошо, без проблем. Взять нам было с собой на раканистру. Наверное, как это могло бы пригодиться. Хотя, не факт. Отнюдь не факт. Где я вообще, мать его, нахожусь? Что это за место? Ну, судя по крикам, не сдохли на врагов есть. Так, давайте посмотрим. Проход мертвого пустыря. Реликвия прошлого собранного, мы еще раз же были. И лома 2 из 5 собрана. То есть, победилом тут еще должен быть. Понеслась. Сильная атака, и на тебе в щи. Давай, родной. Ну же, я знаю, ты любишь это делать. Давай, давай. На тебе в щи. На еще. Короче, добиваем его щит. Так. Ай, это было больно. Кстати говоря. Отлично. Вот так, пожалуй, мы с тобой закончим по-быстрому и подберем твое оружие. А теперь понеслась. Ну вот, хорошо. Идеальное парирование. И ярость. У нас еще ни разу не было ярости вместе с дубиной. Посмотрим, как он будет их мочить. Ну все, дубина кончилась, к сожалению. Ну и бандиты тоже кончились. В общем-то, в ту же секунду. Так, хорошо. Забираем трофей с этого бродяги. Все-таки у меня потрепал чуть-чуть. Ну и теперь пошли смотреть по окрестностям. Что тут у нас еще осталось несобранного? О, твою мать. Да я помню это место. Мы здесь явно уже были. И тут полный пипец какой-то. Так. Ну, еще трофей нашел. Надо же. А ведь мог бы, наверное, и не заметить. Да, здесь реально было. Я помню все эти места, по-моему. Хотя, на самом деле, они очень похожи друг на друга. Может, я ошибаюсь. Толчок в виде кресла я уже видел где-то когда-то. То есть, вроде как, получается все. О, кстати, водичка есть. Но, правда, мне пить-то особо не за чем. Да, он даже не пьет, не доставит фрягу. Фряга полна. А то есть лом. А это, собственно, очень даже хорошо. 26 плюс 2. Здорово. Так, далее, так понимаю, надо подняться вот сюда, наверное, получается, да? Ну, похоже на то. Погоди, так мы же тут уже были, уже осматривали окрестности с этим местом. Нафига мы снова сюда полезли. Мне кажется, я иду не туда, куда нужно. И вниз туда спускался. Да, 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 все, я вспомнил это место. Реально вспомнил. Нам-то, по-моему, реально делать нечего. Именно в этой области. Вот она, эта пасть. Ну, посмотрим на нее еще раз, конечно. Может быть, что нового увидим, хотя вряд ли. Пару бочек, которые можно подзарвать. Тут еще какие-то тачки раньше колесили. Сейчас почему-то их не видно. Но это, в принципе, и хорошо. Так, ладно, распускаемся обратно, пожалуй. То есть, все-таки, мне нужно было не сюда. О, боже. Надеюсь, Макс Танисий на ногу зашиб. Надеюсь, она скоро пройдет. Так, где моя тачка? Не помню, есть у меня канистра. Да, посмотрим, может быть, лучше новую положить тогда. Да, у меня есть, но наверняка полупустая. Давай мы эту тогда выкинем. А эту положим. Хотя я не знаю, сколько бензина в одной, если не знаю, сколько бензина в другой. Может быть, как бы этого не было в этом смысла никакого. Но, тем не менее. Да, и точка-то показана прямо на дорожке, на другой, видите, на соседней получается. На той, которая будет. Она здесь чуть правее. Ну, вот оно что. Так. Прочные ворота. Ограничение таран. То есть, таранить их не получится. Но, да, то получится наверняка расстрелять с помощью грампуна. Правда, патронов всего два к нему. И, честно говоря, жаба, конечно, душит. Да, как лучше пока поэкономим их. Используем как раз-таки канистру. Так, понеслось. Вроде попал. Великолепная работа. Мы снова временно без бензина. А то, по крайней мере, мы раздалбали эту фигню. Вот она, пасть с окровавленными клыками. Когда я ее вижу, мои кишки драй до страха. Офигеть. Твою мать, что я с вами сделаю. Так, хорошо. Кто-то фигня тут постреляет, да, наверное? Да, похоже, рак она. Давай страиваем и уничтожим, в первую очередь. Но она реально немножко мешает. Буквально самой малость. Хорошо вошло. Теперь осталось забраться с водителями. Первый пошел. Твою мать, она же будет выйти сейчас, машину починить. Да, походу, придется это сделать. Ай, это было больно. Я даже хромаю, а то они вышли. Ну что ж, чудесно. Вышел, так вышел, давай. Это очень вовремя, на самом деле. Ах ты, твою мать. Хорошо вошло. Чудесно просто. И пока ярость. Ломаем следующих ребят. Прекрасно. Еще одно успеем? Блин, фак, если бы он меня ударил, то я бы успел. Твою мать, ублюдок. Теперь мне тоже есть копье. Надеюсь, тебе понравится. Получай, родной. Вот так-то лучше. Спокойно, спокойно, ребята. Хватит всем. Блин, ублюдок. На тебе, вборщ. И сильной атакой. Ох, жестоко. Офигеть. Так, еще один выжил. Но хватило ему буквально одного удара. Так, ну что же, мне кажется, самое время попить, наверное, немножко. Да, смотреть поле боя, на предмет может быть каких-нибудь ресурсов, но вроде как ничего такого тут не вижу. То есть, ни с одного этого чувака не выполнили ни один трофей. Ладно. Так, да, погнали. Уничтожить бум установки. То есть, вон еще одна осталась, но грубо можно будет уничтожать. Независимо от того, хочу это делать или не хочу. Так что поехали. Так. Готово, кажись. Так, один снайпер отъехал. Хотя, может и нет. Может и был не снайпер. Не важно. Ох, там народа прибежала. Сколько ее оперный пятиатр. Офигеть. Ты смотри, что делает. Ну ладно. А как тебе такой удар? Так, уклонение. Потому что по мне стреляет уже. Блин, снайперов надо доставать. Поехали, поехали. Садись быстрее. Садись, мать твою, в машину. И газуй. Вот так, чудесно. Так, хорошо. Понеслась. Не совсем то, что я хотел сделать. Так, давай, 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 давай. Выцеливай, выцеливай, выцеливай. Ну же. Есть контакт. Одного снайпера меньше. А теперь и на второго. Прекрасно. Ну что ж, пасть оказалась не такой уж и неприступной, как сначала мы думали, да? По сути. Разрушить петли пасти. Да, пробуем. Надеюсь, я делаю все правильно. Кажется, да. Одна петля уничтожена. Хвала небесам. Ну, давай, пока ты там подъезжаешь с дерьмой, я пойду, пособираю трофеи немножко. Тут нельзя, интересно, подняться где-нибудь и посмотреть там, что наверху еще осталось. И осталось ли, в принципе, что-нибудь. Ну, кажется, что нет. Нет, по-моему, нельзя. Никих лестниц, ничего такого, желтого, не посвечено, как это обычно бывает, места, где можно забраться. То есть, в принципе, фигня. Ладно. Та снизу в тачку и выстреливаю ему вторую петлю. Давайте попробуем. О, да, лидка. Так, теперь, я так полагаю, просто надо тянуть, да? Наверное. Похоже на то. Офигенно. Миссия пройдена, черная магия. Пасть, наконец, разрушена, дорога на мертвый пустырь открыта, в ГАСТа в ней есть 8-ти лидровый мотор, но чтобы до него добраться, Максу понадобится помощь красноглазке. Какой еще, мать-то, красноглазки? Мертвый пустырь, наши легкие дышат, все-таки еще бьются. Я знал, что шедевр нас не подведет. Такой довольный. Где мне искать эту женщину, красноглазку? Святой, взгляни на карту. Если дела обстоят так же сверху, как и в Великой Березне, тогда люди красноглазки теснят отряды из Гастауна. Значит, мы сделаем где-то же, что для остальных. Так, вижу, там пугало, сразу же надо уничтожить, наверное, его. Смотрите, прям куски асфальта остались. Знаете, что это такое? Похоже на дорогу. Может, какой-то мост бывший. О, да. Вот так просто не возьмешь. Но, благо, есть такая штука замечательная. Отлично. Ай, твою мать, не то, что я хотел. Ладно, сейчас доедем на машине, давай лучше. Ты же можешь с нее сесть, Андрей? Бьюсь. Что происходит, мать твою? Так, давай-ка, Максимка, проедем обратно. Заберем там немножко этого самого металлолома. Хозяйство пригодится явно. Вот так. Так, шесть. Плюс четыре, десять. И еще шесть. Шестнадцать металлолома нашли. Ну, в принципе, конечно, может быть не очень много. Иногда подошлись с одной точки находишь. Но, с другой стороны, неплохо. Ты что, забыл с какой стороны руль? Ты же посланник ангел. Ты должен это знать. Ты верно испытываешь мою веру. Да, уж действительно. Немножко подзабыл, видимо. Так, давайте погодим на карту вообще. Где мы, собственно, оказались. То есть, вот получается. Крепость Красногласки. Куда мне нужно добраться сейчас. И, собственно, на уголе локации. Давай, тогда поехали. Для начала наш шарик, на этот воздушный. Заедем по-быстрому. Откроем карту. Так, вот смена. Снова привязанный, по-моему, да? Похоже на то. Давай сразу это отвяжем. Не знаю, нахер на это дело вообще нужно. Это делать-то нужно. Может быть, наоборот, не надо. Но в прошлый раз вроде ничего плохого не случилось. Поэтому мы в этот раз делаем так же. Пригнись, кейт, там снайпер. Где там снайпер-то? Что-то снайпера не видел. Так. Давай скорее, переезжай в это дерьмо. Коррсть готова. А снайпер-то где? То есть я вижу, что кто-то... Ну, красный огонечек практически мелькает. Но при этом самого снайпера мне не видать. Видимо, он не здесь. Видимо... А, вон он. Подожди, вот он наверху уже, да. Точно-точно. Ладно. Сначала покатаем этого чувака. А потом и до снайпера доберемся. Ну, а этого, пожалуй, своими силами. Наваляем ему. Готов. Родной. Так, хорошо. Потрошки, заточки. Просто прекрасно, по-моему, вообще. Да, дела обстоят пока что у нас. Макс даже, он прыгает от радости. Вон еще потрошки есть. Наконечники для грампуна. Ну, еще бы. Я так и знал, что они не бесконечны. Но, по крайней мере, мы их находим. И пока что их довольно экономно используем, по-моему. Что в целом тоже хорошо. Так, что у нас тут? Тут у нас куча лома. Целых 18 плюс 1, 19. Все, место поживы 100%. То есть лом тут можно больше не искать. Хорошо, давайте тогда посмотрим, как сюда подняться. Как вообще, собственно, к этому, к шару воздушному. Потому что я пока что-то не видел никакой не лестницы. Ничего такого. Интересно, интересно. Ты же можешь в окно влезть, нет? Угу, конечно. Какой наивный парень. В окно влезть, говорит. Так, ладно, давайте пойдем опять оттуда. Зайдем. Макс, давай. А, подожди, нет. Лучше сюда не идти, тут тупик. Сюда тебе явно не надо. Тогда вот сюда, получается. Сюда. А вот лестница. Отлично. Что-то сначала я почему-то не заметил. Ладно, бывает. Ничего страшного. Так, что мы имеем здесь? Здесь. Так, ну что ж, полетели. Я так понимаю, эти штуки, три троса, которые держали, они, видимо, держат шар. То есть, мы будем не подняться просто, пока мы их не отвяжем. Поэтому, когда мы их видим, надо сразу их ломать и не париться. Как я это делал уже два раза подряд, и вроде как пока помогало. Я, конечно, повторюсь, что я не проверял, что будет, если мы эти тросы не поломаем и поднимемся на шаре. Но, скорее всего, ничего хорошего не будет. Открыт новый регион. Шнуровка. Укрепленная шахта. Ну, а также, собственно, укрепленная пугала. Так, хорошо. Укрепленная пугала снайпер. Влаги с насосами. Нифига, довольно сложный. При этом, при всем. Еще один снайпер, еще одна укрепленная пугала. И еще одно. Так, смотрим дальше. Что мы тут еще интересного можем увидеть? Кроме бескрайних пустошей. Абсолютно бесконечных. Простелающихся до самого горизонта во все четыре направления. Пока больше ничего. Вот смертельная гонка. Надо пробовать смертельную гонку, ни разу не пробовать. Что это такое? Довольно интересно посмотреть, как это в игре реализовано. Так, снайпер и лагерь помойки. Ну, вот тот самый, который сломал храм этому, как его, блин, жестянщику. Я думаю, что надо будет его тропа по этому поводу одолеть, что ли, пойти ему навалять люлей. Думаю, жестянщик будет только рад и счастлив. Но, правда, блин, сложность. Довольно сложное мероприятие. Не знаю, получится ли это. Я думаю, что все. Ну, тут, по идее, увидели, наверное, уже. Больше, кажется, еще нового нету, в принципе. Так что можно, наверное, выходить. Ну, и так довольно много всего открыли. И смотри-ка, что у нас тут есть. У нас тут есть, получается, трофеи. Так что поехали снова туда и наберем там трофеи. Мы так помните уже, почему я говорю, снова. Потому что мы уже ездили однажды к такому чуваку с таким значком. И добыли там 50 лома. И было бы очень даже кстати раздобыть еще 50. Я думаю. Но, впрочем, друзья, это мы сделаем уже, наверное, в следующей серии. Надеюсь, что вам понравилось. Ставьте лайки. Не забывайте про комментарии. Подписывайтесь на канал, кто до сих пор этого не сделал. Ну, и, собственно, рассказывайте про канал друзьям, возможно. Но для вас играла, комментировала Валда. Это была игра Mad Max на Epic Type. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова